И снова здорово! С вами Олег Алабудин. Мы отрабатываем наши пальчики для массажистов. Давайте вот так вот протестируем. Ну, во-первых, вот в воздухе, чтобы они ходили не просто вот так вот по одному вниз, да, а так веерно. Ты тоже повторяй, быстро и вперед. И вы, кто там смотрите, повторяйте. Раз, раз. Веер такой, да. Теперь переходим к лапам леопарда. Эта кошечка подогнула пальчики вот так, что они спрятались и получилась вот такая чашечка у нас, да, блюдечко. Теперь этим блюдечком, с этим блюдечком вот так вот не отрывая, не распрямляя пальцы, не распрямляя. Вот так вот в стороны. Раз. Да. Это вот метод шестеренки уже называется, который очень хорош, чтобы вот по одному пальцу, вот видите, проходить и разминать. Раз, два, три, четыре. Ну, чтобы они так ходили, давайте потренируемся вот на теле. Кладем руки сюда, кладем с той стороны. Одним пальцем указательным, пальцем колончой, пальцем безымянным по два раза, мизинцем и в обратную сторону. Молодец, все хорошо получается. И теперь вот плоскостью кладем, указательным, колончой, безымянным и мизинцем. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре, небольшими пять. И теперь прием лапа леопарды расширяется в куриную лапку. Вот так сжимаем все пальцы, чтобы вместе были, вот в пучок. Да, и наша цель расширить их, все идут на расширение. Вот эти большие, вот эти пальцы все, видите, расширяются. И большой палец идет не в сторону, а от них назад. Как помните, у курицы, у птицы, у них всех сзади есть еще палец вот такой. Поэтому называется куриный лапк. Вот во все четыре стороны. Во все пять сторон расходятся. Приветки. У нас смотрят, потренируйтесь в воздухе, чтобы они вот так вот расходились во все стороны. Этот прием хорош, например, для того, чтобы оттягивать ягодицу. Ставим большой палец КПС. И мышцы крепящиеся к подзвучной кости мы вот в обратную сторону отводим. Например, для этого. Ну и многие другие приемчики есть у меня. Так что подписывайтесь на наш канал. С вами был Олег Лагудвин, великий тренер по массажным технологиям и мануальной терапии на всем руссказящем пространстве интернета.